друзья всем привет сегодня мы будем с вами совершать небольшую экскурсию по городу в лора итальянцы его называют валона почему-то сейчас мы с вами видим древние и лирийские развалины вот здесь даже написано монумент культуре марунет нга штете так здесь они почему-то ничем не закрыты руины стены древнего города в аулон в лора значит где что-то написано в общем надпись уничтожено поэтому ищите в интернете скоро подойдут местные наркоманы мне обещали провести экскурсию першендетти сиене мир окей бона фортуна как мы видим все играют домино так же как когда-то советское время прямо здесь сели аккуратненько дедушки на картон очки играют в домино можно видеть отсюда фонтанеры разбиты и при этом они спорят много курят и некоторые в маске ну некоторые меня заметили это неважно они принципе дружелюбны вот видите что происходит с фонтанами вот это дедушки мир дита чао 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 это значит салют это значит салют привет и так далее вот такие фонтаны разбиты в городе в лора чао 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 merdita merdita вот такие красивые пальмы здесь у нас находится фонтан в запустении а а чао 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 байба все сказали все что знают и не знают значит здесь у нас монумент независимости один отель маленькой мечей там спрятано и еще один есть памятник что будем это все исследовать мир дита герой я чемпион чемпион сиене мир 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 чао чао бонжорно бонжорно дедушки оказались супер вообще 15 штук все помахали рукой вот вот очень любят сниматься фотографироваться никто не против я им сказал что я итальянец слава богу они не стали мне задавать много вопросов и вот это памятник борцам за независимость значит здесь у нас независимость в результате первой мировой войны была получена впервые албанией и образование первого албанского государства было даже до начала первом мировой я вам сейчас покажу этот знак вот видите здесь у нас стоят цифры дата тогда когда была образована первая италия и наверное тогда когда этот город получил даже освобождение от турецкого либо итальянского какого-то иго это еще предстоит выяснить кто здесь тогда праздно правил правил да ну вот это герб албании если вы не знаете герб албании выглядит именно вот таким вот образом до сих пор он изображен на флаге в черном цвете на красном полотнище тот же самый двуглавый орел получается флаг иначе это герб так по-моему все таки это он отвалился вот италии до древняя италия была начну почти древняя и вот они получили независимость если вы помните недавно мы были с вами в тиране и там были цифры 100 это значит вот недавно то есть 8 9 лет назад они праздновали столетие тираны вообще как независимого государства столицы и так далее здесь мы увидим очень коммунистический очень советский памятник еще со времен энвера ходжи сейчас мы будем знакомиться с ним поближе в общем внимание друзья это у нас героические спасители освободители албании от вражеской италии если я не ошибаюсь возможно даже вот турецких захватчиков да скорее всего это была османская империя все-таки ошибся это была османская империя она как раз разваливалась вот перед первой мировой и вот тогда они получили независимость вот короче это нам еще предстоит выяснить будем изучать эту историю вместе у меня здесь нету гида поэтому мне все приходится узнавать самостоятельно вот жду должны прийти два местных наркомана пообещали мне все рассказать если вы были недавно вместе со мной на экскурсии в магазине сувениров который я обозвал музеем то вы помните что был такой наряд наряд у них похожи на юбку на самом деле это ни разу не юбка это у них такой и лирийский наряд мужской но он очень сильно напоминает юбку то есть национальный национальный костюм мужской повторяю еще раз ну и очень смешные тапки очень смешные тапки если вы не в курсе ровно в таких же тапках сейчас ходят эфроны по моему так они называются эти стражи которые охраняют в афинах главную главный вечный огонь вечный огонь в городе афины столицы греции в общем греки украли половину если не большую часть древней албанской истории и придумали древнюю грецию по утверждению многих албанцев вообще древней греции не существовало вот такие вот дела и у них очень очень много общего и вообще практически все одинаково что музыка что танцы что еда что культура и все остальное и даже есть до сих пор у них некоторые небольшие территориальные споры вот такие вот дела это у нас воин освободитель какой-то с усами да мы уже знаем как его зовут зовут его исмаил чемал в лора написано 24 января 1844 года родился и умер девятнадцатом году двадцатого века в январе ну он прошел 75 лет могу вам сказать довольно много 75 лет наверное умер даже своей жизнью его именем названы улицы и институты университеты я уже видел упоминание о нем везде то есть наверное был очень большой человек и судя по всему это значит революционер основоположник независимой албании вот мы наконец-то с ним познакомились и при этом звали его исмаил ну потому что ему еще дали наверное при турецкой при османской империи от которой они получили независимость исправьте меня в комментариях если я где-то что-то соврал будем выяснять это все чуть чуть позже вместе и и и и и и и Продолжение следует... 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 красная звезда и место для президиума, для выступлений, для торжественных собраний. И левее, разумеется, флагшток. То есть место для того, чтобы поднимать национальный флаг. Вечного огня я пока не вижу. Но где-то он здесь точно есть. 100% есть. Не горит, но он есть. Если и сейчас будет брак по звуку, то обещаю в другой раз брать микрофон и включать. У меня он уже при себе. Я считаю, что отсюда у нас открывается очень красивый вид на город Влера, в котором мы, собственно, и находимся сейчас. Он еще называется Влора, Влера или Волона на итальянском языке. Сейчас попробую вам показать, как это выглядит все свысока. Вот таким вот образом. Население чуть больше 100 тысяч. Возможно, больше. Где-то, может быть, 150-200 даже. Отсюда до Италии 70 километров по морю. Но люди живут здесь замечательно, я должен сказать. Просто замечательно. Это страна, куда хотелось бы переехать. Люди здесь гораздо добрее тех, которые живут на нашей или на вашей родине. Так, я забрался на самый верх. Опять, простите, забрак послуху. Сейчас буду включать микрофон пробовать. И так, друзья, как я и обещал, я все-таки взял новое. Наушники и сейчас будем пробовать первый раз и их опробировать. Надеюсь, у меня слышно хорошо. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Значит, это, да, мемориальное кладбище, погибшем от рук итальянских нацистов, фашистов. В годы Второй мировой войны. Я не буду пытаться переводить эту надпись, но одно слово очень сильно напоминает слово Комбат. Вот это место напоминает какой-то Близиний. То есть, место для выступления каких-то торжественных лиц. Назовем это так. Что самое интересное, пока я здесь находился и подключал микрофон, познакомился с местным дедушкой. Отец которого учился у нас в Одессе на моряка. Вот такие вот дела. То есть, когда-то наши страны были очень близки, родные и дружны друг к другу. И он мой практически земляк оказался. Ну, на затравочку могу еще заметить, что еще мне вызывает большой интерес, что там находится наверху. Что-то похожее на мемориальное кладбище. Но, наверное, это какое-то мусульманское, потому что мусульманцы хоронили отдельно от крестьян. И там что-то похожее на кладбище. Так, и здесь у нас открывается опять вид. Простите. Вид на город Влера. Или Влора. Ну, читается он Влера, да. Друзья, мы будем заканчивать потихонечку. Вы помните своих предков. И свои корни. Спасибо за просмотр. Я обязательно узнаю в ближайшее время больше деталей. Внесу ясность. Читайте комментарии. Мы будем это все писать там. Простите, если я где-то ошибся. Вот такие вот дела. Спасибо за просмотр. Меня зовут Олег. Я профессиональный путешественник. Странствую вокруг света уже седьмой год. Спасибо за просмотр.